здравствуйте друзья сегодня мы с анной которая присоединилась ко мне в этом сюжете движемся в трудную трудную минуту покажи вот покажи людям осиротевшую головку вот эту вот что друзья произошло значит когда вы хотите камеру поставить на штатив на треногу по нашему по нашему трайпот некоторые три под трайпот так вот хотите поставить там есть такая пластиночка которая вкручивается в камеру и потом вставляется вот сюда вот в осиротевшие место и вот она потерялась не то что потерялась но вот найти никто не будет что на на камере нет нет сколько камер у меня есть штук пять все обсмотрел нет понимаешь нету и и вот это загадочное исчезновение в страховом полисе страховом полисе когда речь идет о том что вот что покрыто что не покрыто да допустим вот у тебя есть там кольцо да и ты решила застраховать это кольцо то вот кольцо в частности застраховано от того что называется мистерияс дисепиранс мистерияс то есть понимаешь непонятно ну слава богу у нас не кольцо у нас и не застраховано и не вот не надо было а грустно так вот значит не а ну копейки стоит во всяком случае вот этот предметик этот предметик он называется но угадай панелька это по-русски немножко фиговина но как она называется по научным я сейчас только что по телефон услышал коварно я позвонил в магазин я им говорю ребята говорю а вот это вот вот это у вас там есть набор какой-то они когда какой компании у вас этот 3 3 под а у нас три под компании nikon и nikon перестал их выпускать вот ведь интересно что делая делали перестали хороший солидный такой в руки берешь имеешь вещь мои шпы вот такую же не буду и вот значит я думал у них там на ника не заказать так у них нету думал по интернету придет в общем пришлось не читать изучать как эти штуки устроены как они работают как подобрать нужную там по размерам но и я в итоге подумал что если можно взять в магазине то я бы лучше на интернете не покупал потому что вероятность как бы попасть мимо она присутствует вот а у нас тут рядышком есть магазин точнее как бы два они на разных сторонах одной улице я я покажу мы снимем сюжетик значит я другую камеру даже побольше нет придется этой снимать вот и один там больше на фото другой больше на видео это магазины такие знаете прикольные мы там поснимаем внутри я вам покажу это в наше время когда столько всего покупается в сети найти вот есть такие места и там такие очень знающие мужики которые всю жизнь в фотоаппаратах в аксессуарах так далее очень интересное место она не дешевая то есть скажем сколько я не пытался у них купить какую-нибудь камеру всегда получалось что я в другом месте возьму это на 30 процентов дешевле ну не в другом месте а вот ведь на интернете там были какая-то оказия где-то это не дешевые места но там как бы серьезные люди работают вот мы сейчас туда приедем это в городе палалта мы сейчас едем в палалта вот такие хлопоты значит они сказали что у них есть какое-то количество на выбор и я бы мы тогда сейчас приедем и физически попробуем туда воткнуться вот значит да я не сказал как называется вещи а так ля-ля-ля-ля я не сказал как вещь называется вещь называется quick релиз точно так и быстрая отпускалка вот быстрая отпускалка и осторожно только камеру не стукнуть да значит вот вот у них есть набор быстрых отпускалок есть друзья веб-сайт который называется quick релиз там чего-то то есть весь сайт посвящен вот этим вот предметом вот этому одному предмету во всех его так сказать вариантах возможных и так далее эти вот до чего доходит интернет-торговля вот но мы туда к ним пойдем уже когда совсем не останется шансов попробовать физический элемент присутствует я предпочитаю попробовать закажешь он не войдет понимаешь есть люди дотошные вот они такие дотошные что у них всегда все получаются потому что если только ему пришлют что это не то что он заказал тоже бывает закажешь одно получит другое но или там три месяца ждешь потом оказывается на из гонконга там как-то идет медленной скоростью через новосибирск но не знаю в общем сложно но у них понимаешь они такие я так не могу и обязательно где-нибудь ошибусь потому что буду на ходу бежать в это время отвечать на какой-нибудь комментарий тут еще кто-то позвонит а в голове будет мысль о каком-то следующем видео и все какой страшную картину я нарисовал правда да но это я нагнетаю это такой прием литературный называется гротеск легче доехать до магазина и ручками да да но вот у меня внутренние такая такой есть глубокое убеждение что вот ничем этот штатив не является каким-то уникальным и таким что вот туда больше ничего не вставить вот кроме как то что однажды они задумали вот я искренне в это верю но иногда они специально делают что только их фирмы запчасти паре правда и они вдруг дружку не входят это больше к селфоном так относится но это правда правда а вот мы проезжаем магазин фрайс фрайс электроникс это очень хороший сильный магазин ты знаешь что если мы там не найдем может быть можно может быть мы заглянем они тоже продают штативы там их немного но они есть да может быть пяток пяток штативов есть фотоаппаратов там много и видеокамер там много кстати по просьбой и цены там конечно не сравнить вот с тем куда мы сейчас едем но в целом это не фотомагазин и там от цены в каком плане не сравнить дешевле или даже в офисе конечно же аппарате дешевле да то сейчас мы едем в какой-то любитель я однажды купил в офрайсе камеру вот у меня есть я и обычно в классе снимаю поэтому она у меня мало в работе я ей не снимают для вот вот этого так я купила из 800 долларов а у этих она стоила 1300 существенная разница но в офрайсе там какая-то промоушен была тоже она в офрайсе до этого стоило там может быть 1100 позже этих стоит 1300 там она стоила 1100 но когда я пришел за ней в этот момент они избавлялись от них и я ее забрал за 800 удачно мы с вами друзья в палаута на улице которая называется калифорния точнее южная south калифорния вот этот магазинчик кибли шучат я не знаю как правильно произносить но надеюсь что правильно вот это прикольное место очень симпатичная здесь а вот напротив вот вот это здание в нем находится вторая часть этого же магазина здесь у них запчасти мы туда идем но я включил камеру в этот момент просто чтобы показать вам вот такое значит растение настоящие а вот эти стекляшки которые тут насыпаны это просто стекляшки пожалуйста как интересно вот друзья мы в магазине посмотрите наверху там какие старые камеры стоят они вот как элемент оформления винти а я видел такие я видел как и не снимали вот те что сейчас стоят такие с гармошкой и такие помню хотя даже в моем детстве это уже было что-то старенькое такое редко у кого лейка аппараты fed они там были эти как тут как музеи вы видите наш штатив и нам нашли нашли эту детальку вот а это видите такой как бы штативный департамент ну как прилавочек такой вот вот вы видите тут всякие детальки запчасти у них тут много 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 разных вот тут они как раз лежат вот а тут целые головки видите целые головки может быть вам свет мешает я опасаюсь вот пожалуйста я к сожалению не могу сделать ближе дальше потому что эта камера gopro а тут еще сверху не железная дорога смотреть так вообще по-своему симпатично оформлено здесь много рамочек продается ой а вот за спиной меня тоже прикольно смотреть вот они штативчики 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 вообще есть какие-то впечатления вот ты человек не снимающий подожди а из области вот фотографии видео что-нибудь понравилось старенькие то есть тебе музейная часть как бы интересно что интересно друзья нам подобрали нам подобрали вещь она стоит 20 баксов делает ее какая-то итальянская компания плюс такс налог мы с вами друзья движемся в обратный путь едем мы по городу пола-алта почти по самому можно сказать даунтауну один из самых дорогих городов соединенных штатов хотя конечно там где стройка идет там и дорога не очень хорошая была ну вообще здесь прикольно и вот что я хочу сказать из того что произошло все таки мы пришли принесли этот штатив несчастный дали его человеку в руки пошли гулять по магазину посмотреть что там слева справа и за это время нам подобрали и вот она там стоит двадцатку я думаю что даже если знать точно что у тебя там железочка нужно может быть даже не фирму знать и все такое может быть она была бы дешевле там на пятерку да но наверное я я предполагаю что интернет торговли она как бы подешевле но с другой стороны вот пересылка добавляются и если уж мы там копейки начинаем считать может быть она удобнее так из дома не выходя но время которое ты на исследование потратишь на research и так далее это все туда складывается поэтому что тут сказать но удобно вот это все-таки сервис да ты приходишь он пошел раз приходит бит есть это 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 кое-чего стоит я считаю что еще сказать какие-то впечатления вот и есть у тебя поделиться да нет особо магазин обычный обычный сервис надо пришел подобрал а мы сначала запарковались у другого магазина и там двое 2 одной фирмы и мы у одного запарковались чем так как-то за заднего крыльца там где паркинг большой и смотрим вот пока мы из машины вышли и дошли человека три-четыре прошли со штативами ничего у них в руках не было кроме штативов и мы вдруг мама родная что же это происходит да оказывается мы заходим со стороны паркинга в тот департамент который занимается рентовкой то есть люди для каких-то событий брали какие-то там изощренные штативы и почему-то вот они в это время все пришли сдавать значит раз второй момент мы когда оплачивали поговорили с парнем который там значит продавец и я ему говорю как хорошо говоря ему что у вас нашлась эта штучка он говорит да ты даже представить себе не можешь сколько мы их продаем я говорю то есть я не один такой который потерял этот плейд он ведь что ты говорит он вас таких очень много я ему рассказал историю как я работал в компании я тестером собственно был но получилось так что продукт наш вышел и не хватало тех саппорта его еще не успели нанять и я две недели значит но вот был таким тех саппортом отвечал на звонки и а это еще время такое было это продукт был под windows 3 1 может быть и девяносто пять тысяч были люди под в индустрии один которые пользовались в индустрии один стояла на на досье сверху то есть там была специфика с этим связано короче люди звонили и я их проводил там чего в досье чего в windows там и так далее и был один мужик из штата теннесси позвонил хорош такой минут двадцать мы с ним разбирались что произошло в итоге все починили все заработало и он меня говорит можно и этот вопрос не по теме я буду конечно давай он говорит скажи говорит а вот такая проблема как у меня возникла она у многих людей встречаются часто я гузна и жгут единственный что-то ни у кого такого я пока не видел и он так на так сокрушенно он так и полу из хэпанс туми значит то есть всегда со мной вот это происходит я рассказал вот этому продавцу тоже и он говорит хуже нет он будет хуже нет когда человек приходит это не как это проблема я же тоже вот так обслуживаю приходят люди играть вот у меня такая проблема договорю ягод и ягод не могу меня в горло гать там перехватывать чтоб сказать ему ты знаешь ты такой первый ягод понимаю насколько это тяжело а что мы стоим на этом перекрестке неруша проскочить не могли уже несколько раз мы подъехали как раз когда красный загорелся точно точно перед нами машина прошла а мы встали до серьезный перекресток это друзья улица л камена рил это рил это рил это рил камена рил да и ориган экспресс вы да это большая улица ориган экспресс вы как он ее попали не знаю на немагазин магазин был на улице калифорния калифорния 290 южная калифорния авеню город полуал то значит такое полуал то по-простому если перевести на русский язык и старые дубы или не дубы нет дуб это волка полуал то чего-то старое в общем этого из испанского с испанского да ну конечно этот на хэ на хибру ничего нет тут все-все-все либо на испанском либо на английском я помню когда только перестройка началась такая была фраза забавная знаете ли вы что в испании самое распространенное имя хосе а самая редкая василий тимофеевич вот так что у нас тут много всего меня потрясло сколько там кофеен на пятачке то есть вот так за полторы минут ухода там их штук 5 то есть это видимо такая зона отдыха и так гуляния может быть для бизнес-ланча что-нибудь такое влюбленных парочки там не видел честно скажу то есть не романтичное место но но приятно вот друзья из фишек дорогого места вы видите вот дилер шипчик тут я пытаюсь камеру подвинуть так чтобы вам удобнее было вот маклорен здесь же тесла рядышком но тесла и сейчас никого не удивишь а вот эти вот то что у нас справа если никто никогда не сталкивался вы погуглите это очень интересное учреждение да вот такими тачками торгуют симпатичными вот потому что знаешь это проблема какая когда деньги есть и ты не знаешь как их потратить это очень обидно то есть получается что зря зарабатывал и вот они фактически решают этот вопрос то интересный ну когда ты спрашиваешь себя в чем собственно миссия в чем функция вот вот это в чем идея основная понимаешь для чего осуществует эта организация чтобы люди у которых деньги есть не в не пришли в состоянии когда зря зарабатывать вот можно купить вот такую машину добро твердо скажу добро в нашем лице победила зло в виде потерянного предмета и скажем так потенциальное зло в форме ненахождения нужной детальки так что добро победила зло и мы возвращаемся в офис и на щите и со щитом как древние римляне которым повезло которые не повезло они могли вернуться или без щита или в общем могу кончиться гораздо хуже а у нас все хорошо чего и вам желаем счастливо